вот о чем я говорила нам привезли машину муж пошел забирать там ремонта конечно там требуется прямо таки откровенно скажем позвонил говорит мексиканецкую как они поняли друг друга не знаю он вообще-то не на ней доедет вот эта парковка другая это не нашего дома парковка в основном те кто в церковь приезжать становится сколько стоило не помню потом муж точнее расскажет ну то есть он сделал ставку там какую-то определенную и ставка собрала они уже давно с младшим сыном хотели сыграть младший сын ну в общем с папой в этом плане заодно недавно давно уже только мы еще приехали сюда выбирали машину на такую небольшую это ford вот ford же это правильно и все они они пробовали делать ставки но и ставки перебивали она машина такая свежая я не помню лучше конечно чтобы муж рассказала на помощи 2020 года ну вот там требуется ремонт у меня тут расстройство вышло вот что бутончики засохли 2 бутончика распустилась какой-то из них какие-то из них вот были тоже бутончиками все нормально вот эти два засохла вон там один с этой стороны тоже засох вот маленький торчит фокусируемся ну не знаю даже что случилось я вроде ее не заливала наоборот все норму и вот такое жалко у меня в россии была орхидея и и было все окей с ней цвела по часам вообще все нормально было а тут а тут что-то не знаю капризулька какая-то любая что-то все-таки испортила хвостом трясет не боится киска меня подкроет привет но сегодня свежий воздух плюс 17 наверно где-то приехали в гудвилл посмотреть что и о я вижу какой-то домик будку для собаки что ли будка стоит почему в игрушки пришли с тобой сразу в игрушке а вот такой уже продавали по моему барби а может и не барби а это этих лол самолет лол крутой большой о смотри яички уже ждали пластиковые в ящике можно ящик покупать ящик а что там а что-то пряжа ящик не умею не вязать ничего вообще делать а тут что схемы фигетивый пакет я не умею сорян это королевы золушки королева карета хочу так много четыре штуки это снег чистить не не снег у нас снега нету ты чё это где-нибудь в это ветроду я не знаю ли еще что-то непонятно картина на дощечке вам елка классная слышу слова драйвера лайзенс ого какие качалки суперная да почем они все крутые да здесь ого какой-то обвал не буду фонари возможно это с какого-то дома все целая коллекция просто у нас столько бедрин когда не бывало продано салт 7 долларов потому что ну старый конечно люди иногда реставрируют под реставрацию кувшин практически лампа ладина виталь не хочешь потереть желание задать локта красивая бутыли классно и вот это pumpkin patch тоже классный молочник наверно вот типа такого хочу 3 доллара стоит подносик она на еще уже этот слишком широкий если он подставок кучу опять новый ряд на новым даже чо а почему о да и пластины новые съемные нет съемные на ней не но в этом 4 жало мука не а вот это что такое просто затекла на нового это это пыль а чё так а почем а что за фирма где написано тефаль опти гриль почем 25 долларов блин я думала 2 доллара надо брать срочно такой гриль хотим у нас было два гриля классная вещь в россии но 25 долларов ну и не знаю сколько сколько такой стоит реально новые от кофеварка я посмотрю почему она 30 долларов я в таком мечтала что-то постелить мягонько и сидеть на на террасе да вообще балдеж сидишь созерцает набора стулья 13 долларов патч-ворк или как называется стиль клеточку это 6 долларов душ поле кого два доллара искусственное дерево 4 доллара о виталь смотри лежала бы кто-то более красивый ручная работа чисто для машин или для меня 3 доллара взяли в результате ковер коврик резиновый для машины чинить машину я хотела такой для фитнеса это фитнес тоже наверно типа был красный розовый и книгу я держала в руках это таинственный сад бернет но но не взяла да и забыла поздороваться как всегда всем привет покажу попозже машина мы поехали вот в гудвил вообще валде выехали за продуктами гудвиле вот коры коврик взяли чтобы машину эту чинить свою старую заедем еще в алде на очереди алдин идем в алде так это сюда паркуется нет тележка ну да конечно нужно нет машины в сумке монетки все сумочками идут да виталь одни мы с тележкой все покупают сумочки здесь же в алде у нас вообще очень много деревьев уже пораспускалась куча причем они здесь доллар 15 за сколько потому что в волмарте за половина за а ну да за любая за пол какая жидкость красивая сверху снизу не такая какой-то соус спешили селектит виногрет винегрет дрессинг короче там уксус чеснок травы и специи смотрятся так эстетично там болтается как желе желатин перчик огурчик вот брауни 2.39 уже доходите каникулы будет у детей в школе пока несколько пачек для них а да все надо да нет это быстро не кук ну да я быстрой наверно там конечно я вот металла это удутся три фрукты крем может быть есть фрукты что погнали муку муку нужно ну да пойдем хорошо сыр 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 у нас пачка начатая маскарпоне лежит опять сыр закончился быстро съедаем его заканчивается моцарелло а вот это мы взяли виталь кстати и она была по-моему прокисшая я поняла во-первых я открыла там была какая-то жидкость а обычно там не было жидкости мне кажется и короче я съела на свой страх и риск и и в общем она была так себе рыбу ваша просит рыбу здесь всякие тесты тесто о тортик я здесь не видела красивый тортик вот такую паша просит смотри сальман 350 но это наверно это будет укроп а где он тогда почему он здесь один лежит а здесь не свежий он атлантик сальман мы его берем в костке будешь брать нет или ты просто пошутил что паша просит рыбу фреш это фреш копченый только вот этот лежит и все китка на него с чем он вообще с травами это просто трава это просто укроп не вкусный ладно на вкуску ехать панера цезарь соусы разные со скидкой 5 долларов а вот еще это 519 в зависимости от веса заморозку кинем чтобы было здесь часто распродажа всяких мясных кусочков запчастей мне нужен крем-чиз я короче ела 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 крем-чиз каждый день буквально и мне он надоел жутко а короче когда он закончился мне его стало не хватать точно так же жутко но сегодня нету тут фирмы которую я обычно а вот она филадельфия беру есть вот такой но я его даже и не знаю вот написано по-немецки наверное или что это за язык не в чатал или нет вот этот уже проверен временем я уже брала как-то дешевый но он дешевый он и на вкус такой нормальный пока этом съемку виду за мной уже очередь выстраивалась к этому холодильнику мне этой муки вообще не хватает на долго и она кстати вот такими как комками странными она сбивается в комке она неоднородная и отбеленная слишком белая ну да но когда отбеливает это же используются какие химические вещества по идее правильно почему нынче яйца перед пасхой по два доллара 206 стоили здесь все время доллар доллар сорок да наверное ли я не думаю что за тележка у нас какими-то этими какими-то папками за два доллара да для детей по щели не хочет виталий 2 доллара шоколадка щели мне мне вот это вот это dark 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 chocolate а вот и вафельки наверно за такие вафельки говорили ничего то есть тут негуманно мало 270 это даже нам на семью не хватит вафельки я люблю надо будет как-то в костка посмотреть может быть скидка на итальянский эти вкусные дальше взять соли юдированная хочу и не юдирована нету все четыре цента юдированная он ли вы даже мы на озере живем поэтому ауди поставляет к юдирована конечно именно так когда человек говорит мы живем на озере это означает плюс какой природы это все все отлично у нас негатив потому живем на озере радиоактивном все на кассу до топаем что тут есть а детям взяла кексы надо было еще печенье make your own almond bar в чоколад не поняла сделай свой шоколад что ли а вот так клубнику в шоколаде на ничего себе тяжелая штука dreams четыре с половиной ну и и friends 38 долларов и тугу так вот машина мы будем ее сзади показывают все нормально машина ford fusion какого года у какого двадцатого двадцатого или двадцать первого ты говорил на садова года цена оцените сами ну вот это не было это говоришь ты говоришь вот этого не было бока вот какая красота с этого и не только с этого бока а тот бог показывать здесь тоже что-то нету противотуманка еще в машинах не очень красота досталось нам за даром да сзади красивее да да это мне такой пессимистичный взгляд на вещи будешь пускать внутрь давай посудим чем внутри привет 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 а че такое кстати 1234 это код что такое красиво так салон че поеду сейчас я вспомню вспомню молодость как говорится ой а отвалится а блин поцарапает ничего ничего так кстати здесь так приятно пахнет они ее обработали да ну ничего так сюда я давно не сидела в таких машинах кажется маленькая каждая такая крошечная вот сто лет ездим больших машинах not ford твой любимый будешь заводить о экран тут это навигатор да виталь что тут навигатор камера заднего вида нормальная да что тут вообще есть полезного подстаканники норм нормально она шкода такая была до это смотришь каши ошибка пока что дверь тесненько 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 это как-то не мягко закрывается это я так хлопанула я хлопанула здесь у нас часто мексиканцы что-то подобное чинят наверно тоже покупают но мне кажется у них они цели цельненькие такие машины да они где-то берут более целой машиной постоянно там чинят чинят что-то каждый день сегодня только их нет это она так сигнализирует до ярко офигеть красота как а она по размеру как skoda виталь мне кажется skoda было больше просторнее внутри поэтому совсем тесная у нас до ford было skoda давно не сидел таких маленьких машинках заводится с кнопочки машинкам все мужчин будет чинить разбирать чинить детали будет заказывать планирует сам что-то делать что будет сам что-то не сам уж пошел чинить машину но по крайней мере пробовать пробовать починить разобрать он хочет посмотреть что он сможет вообще сделать сам взял кое-какие инструменты доставили машину нам где-то получается not ее пообещали вообще доставить к выходным но немного запоздали ехала на сколько она к нам ехала ехала где-то пять дней муж говорит да по моему пять дней и должны еще прийти права обещали где-то за две недели дали то есть бумажную версию такую временную можно сказать и вот ждем пластиком у в прошлый раз пластик лично мне ну вот эти лёня learning permit пришел буквально за неделю а у него права потерялись он сказал видимо их вообще никто не отправлял то есть он опять писал писал и наконец-таки спустя месяц прислали в прошлый раз пластик но как в этом деве будет не знаю потому что мы в прошлый раз давали в дембе совершенно другом это был дембе в лик в линкольн тони то есть ехать туда фиг знает сколько ну куда было поэтмен тогда мы туда мы и записались то есть чем дальше от шарлотта тем конечно больше вероятности поймать вот это appointment иногда можно ждать долго очереди но иногда бывает так что запись освобождается то есть человек отказывается и выпадает этот запись вот сейчас как раз и схожу узнаю пришли права мужу или нет завтра у нас такой день в общем мы едем в шарлотт по делам приходится срывать всех детей со школы потому что нужны будут все дети вместо прав пришли письма очередные один из них счет на электроэнергию а другой из нован хэлс на валю я не знаю что не могли оттуда прислать вообще они мне до сих пор не могут никак предоставить переводчика перезвонить что записаться не придется набрать обратно снова ехать записываться то есть попросилась попросила чтобы не выдали appointment на психолога окулиста и все на то они мне один раз позвонили сказали что ну что-то хотели сказать потом сказали что перезвонят с переводчиком и тишина уже больше недели прошло это же не на этот снимать нечего попада процесс мексиканцы поставили себе такой домик который здесь машины вообще чинят и даже не знаю снимаю машины живут даже в этом домике прям щас посмотрела в общем что тут в письме я уже думала счет может за прием но хотя хотя у нас все покрывает страховая в общем здесь ссылка qr-код на регистрацию чтобы мы зарегистрировались и там будет чарт называется а можно общаться с врачом своим можно записываться и вот мне врач говорил в прошлый раз когда мы сидели в кабинете что вы можете вообще спрашивать что хотите беседовать то есть какие-то проблемы по здоровью возникнутом идти не идти допустим записываться не записываться или там что-то наверное заболела у ребенка и вот можно в этот чарт написать и она ответит проконсультирует классная вещь вообще вот сегодня классная погода все равно чуть-чуть похолодало слегка совсем труд на месте все на месте ничего не изменилось оставила мужа 20 минут похожу быстрым шагом и и домой час валя опять приедет а муж будет колупаться с машиной гуси гуси гуляют а тут после садика выстроились машины забирают детей подъезжают на машинах им там наверно детей отдают как-то так гусики пасутся сегодня поменяла себе маршрут не прям уж так кардинально вообще не кардинально интересно они детей забирают в общем некоторые здесь становятся на стоянках а некоторые вот туда подъезжают а я думала прямо выдают детей как в школе в машины ну то есть они подъезжают и прям дверь открывает им туда ребенка подсаживать нет подъезда есть на машине но они сами туда заходят это логично дети еще маленькие в принципе белка ругается за чем там говорит на своем беличем какие-то ругательства верная вот еще это деревце правда похоже как будто дерево из бисера как написали да 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 у меня такое стояла сестра дарила дерево и там вот так бисеринки нанизаны на веточки разноцветные действительно просто листиков нету на дереве и вот правда как будто бисерное дерево классная аромата бы ему еще добавить то что не пахнет хотя вот листики листики есть вот так не видно видно одни цветочки здесь вот тупичокс называется тупичокс не пройти и с этой стороны гуси не пойдешь везде теперь эти гуси будут весна пришла лужки они наверное не знаю где они во флориде зимовали сейчас на свежую травку вернулись классно тут не знаю можно там пройтись среди домов есть там проход какой-то этом тупик на тупике вот они все покосили сегодня утром разъезжали косили теперь здесь вся трава на асфальте вот у этого комплекса конечно красивая внешняя картинка если бы не трасса вот это еще а так у них там и пруд и сосны но не сделано так вот я удивляюсь даже не тоже удивляюсь у них невозможно там погулять вокруг прудика то есть он вообще вот такое вот нет пологого спуска блин машины поехали кошмар шумно можно только любоваться из окна либо вообще скатиться в этот прудик сверху с горки не продумали они гуляния там читаю сейчас ремарка искру жизни поначалу не знаю что дальше пойдет водишь на вообще тяжелая книга такая возлюбие ближнего она была ну тоже тяжелая но это просто вообще кошмар какой-то ужасы конца лагеря в общем жесткая аж думала отложить думаю как-то ник ник настроению нынешнему надо себя как-то приподнимать они они вот это вот читать но пока взяла себя в руки читаю это на днях поделилась видео записала про стресс и миграцию некоторые пишут про депрессию мне нет депрессии абсолютно то есть депрессия вообще более такое тяжелое состояние которое поддается медикаментозному лечению мне вообще ни разу не это вот сегодня сегодня все отлично более-менее на таком подъеме бывает просто накатывает плюс события какие-то в нашей жизни периодически происходит нет такой вот чтобы прям жизнь такой ровной полосой шла периодически что-то случается ну и плюс опять же кто-то более восприимчив к новостям кто-то менее кто-то там буквально все через себя пропускает а кто-то отгораживается от этого ну вот моя проблема в том что очередь все через себя пропускаю вот чтобы не чтобы я там не прочитала это мне нужно перестать читать я уже думала перестать читать всякие новости смотреть на такие видео тогда Может, будет легче жить, но, с другой стороны, я не могу. Мне нужно даже не то, что в курсе быть. Я не могу жить вот так, как отгородиться и в своем домике жить. Поэтому, к сожалению, я из-за этого сама же и страдаю. Обратно тоже для разнообразия сменила маршрут. Вот эти белые такие раскидистые цветущие деревья, они цветут целыми гроздьями. Я так поняла, это сакура. Очень классно пахнет. Можно попробовать маршрут сменить еще более. Не сказала бы, что круто. Пройти вот тут, внутри домиков, по улочкам, где попадаются такие красивые домики. Даже не сколько домики, сколько оформления. О, вот такие кресла. Вот стоит у человека кресло на террасе. Сегодня мы такие видели. В доллар... Ой, в это... В Гудвилле. По 30, по-моему, долларов. Они там стояли. Вполне себе норм состояние у них было. Бежала, в общем, домой уже, и тут звонок. Я вообще опасаюсь брать телефон, потому что загодя знаю, что мало что смогу понять. И вот, наконец-таки, в общем, нам позвонили. Мне позвонили из Нован Хелс. Точнее, даже не из Нован Хелс, а из вот этого «Ухо, горло, нос» в больнице. С русским переводчиком. Ура! Нас записали. Записала Валю на... Ну, какая разница, на когда. Тем более, видео выходит. Вообще непонятно, когда. С опозданиями, получается, делала пропуски в записи. И, в общем, скоро мы попадем, наконец-таки, к офтальмологу. А к психологу пока записи такие не дождалась. Надо будет вот списываться, наверное, с нашим педиатром из Нован Хелс и спрашивать, где наш психолог. Ну, хотя бы окулиста дождались. Вообще здорово. Разговаривала вот тут, в скверике. Зарулила возле лавочки. У них тут лавочки. Очень удобно вот так поговорить можно через переводчика, когда ничего не понимаешь. Ну, не все предоставляют, получается, переводчика. Вот, когда я хотела записаться в стоматологию, мне никто ничего не предлагал, к сожалению. Вот так в больницах, вот в поликлиниках. Это норм. Вот они тут хорошо. Конечно, железные лавки. В прохладную погоду вообще не алло. А в жаркую погоду не алло так вообще. Все они такие кипятучие становятся, горячучие. Смотрели с мужем вчера городки на севере Нью-Йорка. Ну, во-первых, Олбани, или как она там, Дорине, Олбани, наверное, Олбани, столица самого штата Нью-Йорк. Ну, мне писали, что там школы вообще плохие. Сам городок норм, а школы не очень. Но там еще есть другие городки. Называется это Уптаун. Это Баффало. Какие там еще. Потом Сиракьюз. Называется Сиракуза. На карте у меня написан городок этот как Сиракьюз. Еще там какие-то городки. Их там несколько. Они небольшие. И достаточно так неплохо выглядят. Единственное, что смущает, то что это север Нью-Йорка. И через озеро, ну, там несколько озер, и через озеро по ту сторону. Например, в Баффало. Озеро, какое там озеро, по-моему, Онтарио. И на той стороне там уже Канада. Там уже Ниагарский водопад. Это, конечно, красиво, здорово. Там никто не спорит. Но старший сын как узнал. Нет, какой этот. Какая Канада. Там же холодно. Привыкли. Одно дело, если бы мы сразу ехали туда. Это одно дело. А другое дело, пожив годик в таком тепле. Отвыкнув от снега. Ну, такое себе. Но я бы нормально. Я воспринимаю нормально эти северные городки. В принципе, мне нравится, что они маленькие, спокойные, пешеходные. Так полагаю, там вроде даже получше, чем у нас. Это здесь о пешеходах как-то так себе заботятся. А там вроде получше. Но будем думать. Все еще. Все еще в размышлениях. Мы будем думать практически до августа, наверное. Нам нужно дождаться именно здесь кое-каких наших документов. А они придут, наверное, в июле, а то и в августе. Я боюсь, что мы вообще так можем не успеть переехать до начала следующего учебного года. Это, конечно, вообще очень нехорошо. Вот так жить. Вообще уют. Тишина. Так красиво у них тут. Чем больше читаю отзывов про Сакраменто, как-то попадаются мне периодически отзывы, тем меньше хочется думать про этот городок. А когда только попали вообще в США, то думали именно в том числе, я бы сказала так, о Сакраменто. И многие, кто с нами, тоже переходил. Люди говорили, что они едут именно в Калифорнию. Прямо-таки большинство ехало. Ускоряемся срочно. Позвонил муж. Сейчас Валя уже приедет. Я думала, он меня немного с Артемом подстрахует. Если что, снизу я уже тут возле дома, в принципе. В общем, они собрались ехать в школу. То, что у Артема завтра, возможно, будет экзамен. А нам нужно срочно ехать в Шарлотт. По нашим вот этим иммигрантским разным делам нас вызвали. Ну, это не суд, ничего такого. Ну, вот нужно всем приехать. Короче, это важнее, чем экзамен, получается. Поедут отдавать какой-то листик, что нас вызвали. Вот еще какое дерево красивое, висючее. Не знаю, что это. Это, наверное, не знаю, что. Хотела сказать. Хотела сказать Сакура. Ну, у Сакуры, по идее, вот такие ветки. Валя сегодня мечтала посмотреть курочек. Короче, у них там вылупились курочки. У них там как зеленый, как живой уголок, как у нас был в школе. И у них тоже. И вот они следили, яйца там раскололись. Цыплята вылупились. Но они их вводят по классам. И вот Валин класс должен был пойти, посмотреть, найти чудеса. Но не пошел. Непонятно почему. Может, они пойдут завтра, а мы как раз завтра не идем в школу, да? Урок рисования. И вот так надо было листик нарезать, да? С салфеткой такой. Мама, у нас нельзя было играть в то время. Ну, конечно, нельзя было играть. А почему ты должна была играть? Ну, по рисованию было я же этим. Ну, я же рисую где. Смысл урока рисования, как я понимаю, Валь. Вы, вам говорят, рисуйте, что хотите. Нет. И вы по планшету забиваете в поиске, что нарисовать. А что? Может, что угодно делать, только не компьютер и бедный. И что дети делают? Ну, я же там... Например. Ну, то есть творчество ты имеешь в виду. Ну, типа творчество. Нельзя же просто сесть и балбей с нимчать. Ну, я поняла. Можно и взять и все. И в планшете, в ноутбуке ты забиваешь, да? Что ты хочешь. Ну, можно, я имею в виду. Можно, я имею в виду. В планшете. И то вот... Что можно? И тебе твоя чушика написала. Дог. Да? И рисунок. А чушик я это не рисовала. Я начала уже. Радужная собака веселая, классная. Красиво получилось. Молодец, Валя. А, вы с чушика один и тот же рисовали, да? Да. Типа у нее так себе. У нее так себе. Ну, ты вообще... Это называется подруга? Да, типа... У нее так себе. У меня лучше. Валя. Ну, пожалуйста, она болела. Пусть у нее болела. Валя. Ах ты, Валя балованная. Валя что-то покашливает. Не знаю. Я уже думала, может, аллергия. Вроде не болеет, а кашель есть. То ли это остатки, что она две недели назад даже болела. Педиатр прослушала, сказала, все окей. Что это за кофта валяется? Чья это кофта вообще? Надо поднять. Там у нас машинка заряжается или уже зарядилась для стрижки. Спасибо.